Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть в игрушку под названием Баунти Трейн. Окунитесь в полную опасность жизни, познакомьтесь с точными историческими событиями и современными изобретениями Северной Америки 19 века. Приобретите один из самых знаменитых локомотивов и превратите его в крепость на рельсах. Вот такое у нас есть описание в стиме, в общем мне прислали ключ к разработчику и как раз игрушка выйдет у нас получается 16 числа, но мы сегодня будем ее снимать, надеюсь она выйдет у нас сегодня 15 числа серия. В основном положительные отзывы, игрушка уже находится в раннем доступе и она скоро вот релизнится получается 16. Друзья, если вам игра понравится, обязательно прямо сейчас ставьте лайк, будем вместе разбираться и скачивайте ее в стиме, ссылочку я оставлю в описании. Ну что ж, давайте будем смотреть что за игра, здесь у нас есть компания и свободная игра, можно выбрать, давайте выберем компанию, если конечно же будет большая активность под этим видео, я буду сделать продолжение и мы пройдем компанию, друзья. В общем как-то так наверное будет у нас. В компании вы проходите сюжетную линию, помогая главному герою Волтеру Риду справиться с кознями конкурентов в железнодорожном бизнесе, можно выбрать уровень сложности различный, то есть можно там вообще жесть невозможный. Мы возьмем нормальный, так как с игрой не знакомы, будем постепенно разбираться и смотреть. Я так понял, здесь придется довольно много читать, поэтому такая игрушка размеренная, очень спокойная, позитивная, так что давайте расслабимся и будем получать от этой игры удовольствие. Так, что у нас здесь есть? Окей, давайте будем разбираться. Левый клик на персонажа, чтобы поговорить с ним. Джеремай Салливан Блэк. Добрый день Волтер, меня зовут Джеремай Салливан Блэк, я был юристом вашего отца и это вам отправило вдавление о его гибели. Давайте спросим об отце. В вашем письме вы ничего толком не рассказали о том, что именно произошло с моим отцом, я бы хотел знать подробности. Я пока сам не владею неточной информацией, но думаю, что это связано с бизнесом. Он был убит на той же самой железной дороге, над строительством, которое так много трудился. Нам с вами еще предстоит пробороться за то, чтобы его дело было доведено до конца. Узнать о семье ЖД-компании. Так, вы писали про компанию National Pacific Railroad, расскажите, о чем именно идет речь? Ваш отец владел акциями национальной техокеанской железнодорожной компании. Эта компания строит первую трансконтинентальную железную дорогу, которая соединит восточное и западное побережье. Здесь, в общем, события, которые действительно, вроде как, точно, исторические события, которые у нас точно отражают именно вот то время. Это очень крупные государственные проекты, я правильно понимаю? Да, и согласно идее вашего отца, дорога должна была быть короткой и стоит относительно недорого. Однако партнер Корнелиус Тильбернандр хочет сделать путь более длинным, чтобы искусственно завысить затраты и получить большое финансирование от государства. Окей. Мне кажется, довольно логично, с точки зрения бизнеса, компания получила бы существенную большую прибыль, разве нет? Верно. Но если строить дорогу по более длинному маршруту, она будет проходить через индейские территории, что неминуемо приведет к противостоянию и гибели большого количества людей. Речь идет о десятках тысяч жертв, и мне нужна твоя помощь, чтобы помешать этому. Ну, давайте, так, тогда давайте поторопимся, что от меня нужно прямо сейчас. Мне нравится твой настрой, сейчас тебе нужно отправиться в Бостон, доставить груз для клерка местной мэрии, мистера Квинси. Взамен он поможет с лицензией для переезда Бостон-Нью-Йорк. А вот бумаги для проезда с Портланда в Бостон я уже подготовил. Окей, так, где мне найти мистера Квинси, когда я доберусь до Бостона? Как ни странно, ты сможешь найти служащих мэрии в самой мэрии, если заглянешь туда в рабочее время. Так, я правильно понимаю, чтобы доставить груз, я должен на этом поезде, который стоит на станции? Да, ты прав, хоть это далеко не самый мощный локомотив, и надеюсь, что он еще прослужит довольно долго, я также смог раздобыть небольшой товарный вагон для этого дела. Мой отец управил огромной железной компанией, железнодорожной компанией. Почему такие сложности с локомотивами и вагонами? Ведь есть же много более мощных и быстрых локомотивов. После гибели твоего отца, я бывший, его бывшие партнеры решили прибрать к рукам акса компании, ну это понятно. Чтобы выиграть немного времени, мне пришлось заморозить большинство активов компании, парк вагонов, локомотивы, пришлось распустить персонал и так далее. Это даст нам время на то, чтобы уладить все юридические вопросы, и мы смогли противостоять этой шайке предателей, и в итоге приходится удовольствоваться тем, что есть. Все ясно, я отправляюсь сейчас же. Так, надеюсь, это вроде как не громко. Давайте мы сейчас чуть-чуть звук немножко вот так вот убавим. Я надеюсь, этого будет достаточно, потому что что-то как-то немножко даже громковатенько, по-моему. Так. Хух, поезд всегда опаздывает, кто-то нам там говорит. Можно со всеми что ли общаться, что ли? Уиллис Уивер, Портланд Сверянин. Добрый день, сейчас нет пассажиров на станции. Хорошего дня, до свидания. Кстати, я вспомнил, вроде как здесь говорилось даже о том, что будут на нас нападать. Мы будем груз перевозить из одного города в другой, и на нас могут напасть шайка бандитов. Это будет прикольно. Так, щелкните, левый клик, чтобы открыть карту. Подожди, это куда нужно навести? Нет, это не сюда. А, вот сюда, я понял. Так, мы сейчас можем открыть карту. Ох ты ничего... Ох, елки-палки, нифига себе! Вот эта карта! Это, по-моему, еще даже не все, потому что там я вижу еще за туманом... Нет, наверное, это все, да. Мне показалось даже сейчас за туманом. Посмотрите, сколько городов и сколько мест, куда мы можем сгонять. Да, да, это круто. Детройт, Питсбург, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. Наша задача, по-моему, до Бостона добраться, да, как можно быстрее. Так, ладно, левая кнопка, чтобы открыть дорогу, кликните левой кнопкой на замок. Ага, тут закрыты еще дороги, да? Для проезда по этому маршруту необходима лицензия. У вас есть этот документ? У меня есть лицензия. И открывает нам путь. Левый клик на город, чтобы проложить к нему путь. Окей. Так, можно ехать. Подожди, подожди, нам еще нужна... А, вот у нас тут внизу у нас экипаж, количество пассажиров в поезде. Объем груза в поезде, расход угля, текущая максимальная. Ага, то есть, короче, все у нас тут и скорость, все у нас есть. Здесь у нас деньги, я так понимаю. Здесь экономика, журнал, ваша репутация, все ваши активы, вагоны, команда, товары, события, текущие задания. Окей. Много-много всего, конечно же, тут... Так, подожди, нам пока не надо никуда ехать. Давайте мы вернемся в город и посмотрим, что у нас есть. Все-таки. Но у нас есть один поезд, и, может быть, мне для этого нужно Волтер. Так, Волтер, Волтер, это Волтер Рид. Сила 10, ловкость 10, интеллект 10, жизнь и текущий опыт. Кстати, можно будет прокачивать всех персонажей, которые мы будем собирать по дороге, я так понимаю, в поезд. Здесь костяной нож и револьвер. Поезд. На поезде можно тоже какие-то размещать какие-то предметы. Здесь навык револьвера, какие-то различные навыки прокачивать. Это круто. Это, кстати, круто. Всего у нас урон, скорость обойма, перезарядка меткости и так далее. Фух. Так, хорошо. Что еще у нас есть? Может быть, нам первая поездка, получить хлопок 5 штук, прибыть в Бостон, посетить мэрию. Мы можем сейчас, наверное, отправиться в Бостон. Можно заглянуть в Сайрус и Бриджит. Добрый день, молодой человек. И если вы интересуетесь контрактами на перевозку товаров для вашего города, для нашего города, то вам необходимо получить рекомендацию кого-то, кого мы хорошо знаем. Мэрия Портланда не может доверить важные перевозки первому встречному. Понимаю, спасибо. Так, по-моему, мы тут здесь ничего не сможем сделать. Нам нужно просто отправляться в путь. Ну, ладно, давайте отправимся в путь. Я боюсь, что что-нибудь мы упустим. Ну, не должны, наверное. Раз в Бостон, так в Бостон. Поехали. О-о-о-о. Так, подъехали мы к Бостону. Отличненько. Замечательно. У нас всего лишь один вагон, я вот заметил. Это немного прямо. Контракты по перевозкам доступны в эмэрии Портланда. Уолтер, мы пока... Пока ты занимаешься доставкой груз для мистера Квинси, мне удалось пообщаться с клерком мэрии в Портланде. У нас был чудесный разговор, и я смог заверить его, что ты надежный человек и сможешь без задержки выполнять поручения мэрии по перевозкам. Это даст нам возможность заработать больше денег для нашего дела. Если ты не будешь успевать выполнять контракты и отношения к тебе ухудшатся, то рано или поздно город просто откажется от твоих услуг. Не подведи меня. Ух ты. С уважением, Джеремая Селиван Блэк. Так, можно посещать некоторые городские здания. Левый клик. Сити Холл. Добрый день. Альберт Квинси нам говорит. Это вы, мистер Квинси, Селиван Блэк. Получил мне доставить товар для вас. Груз доставлен... Можете разгружать. Так. Отвечешь, дружище, Селиван, не подвел меня. А вы, молодой человек, не местный. Я в первый раз вижу вас в нашем городе. Так, сказать правду можно обмануть. А, ну давайте мы скажем правду. Я Волтер Рид. А мне зовут Волтер Рид. Мой отец был совладельцем железнодорожной компании National Pacific Railroad. И я прибыл сюда, выяснил, что с ним случилось. Да, я слышал про это ужасное происшествие. Мы из Волезного. Надеюсь, что вам удастся разобраться, что к чему. Чтобы помочь вам, я могу предлагать вам контракты по перевозкам от нашего города. Это поможет вам заработать немного денег. Большое спасибо. Также мистер Блэк просил вас взять у вас лицензию, о которой вы с ним договаривались. Да, конечно, вот лицензия для проезда между Бостоном и Нью-Йорком. Джерри моя, необходимо поставить на нее свою подпись и дорога в вашем распоряжении. Спасибо за вашу помощь. Ребята, а мы могли его обмануть, в принципе, сказать какое-нибудь другое имя. И что бы тогда было? Вот это прикольно. То есть, получается, мы могли... То есть, может быть, здесь как-то разворачиваться по другому событию? Интересно, если бы мы его обманули. Так, Джулиана. Джулиана-пассажир. Привет, не знакомьтесь, меня зовут Джулиана. Ах, Эдфилд. Мне нужно попасть в город Портленд. Ваш поезд следует в этом направлении. Я могу заплатить за билет 120 долларов. Что скажете? Извините, не интересует. Нет, подождите. Свободный пассажир вместо. У нас еще нужно какое-то место сделать для... Тут еще по времени все рассчитывается. Если тут не успеешь, то, наверное, это плохо отразится. Привет, не знакомьтесь, меня зовут Чарльза Миранда. Мне нужно попасть в город Портленд. Ваш поезд следует в этом направлении. Я могу заплатить за 60 баксов за билет. Что скажете? Нет, погоди. Мы, наверное, не едем пока в Портленд. Волтер. У тебя какой-то есть контракт. ЖД лицензия Бостон-Нью-Йорк. Документы разрешают использовать определенную железную дорогу. Может быть, нам что-то нужно по дороге перевозить? Я не понимаю. Добро пожаловать в мой магазин. Моя обувь сделана из лучшей обувной... Буйволиной кожи в США. Покажите, что у вас есть. Ну-ка. Ох ты, есть у нас обувь прикольная. У меня всего лишь 100 баксов, поэтому я даже, ну, нормальные сапоги даже себе не смогу купить. 200 баксов. А что это нам дает вообще эти сапоги? Непонятно. Старые ношенные ботинки. Бывший владелец явно ног не мыл. Это, видать, сняли с кого-то с трупа... с трупака. Ведь тогда были-то времена очень-очень суровые. Госпиталь есть у нас, кстати. Здесь можно лечить вашу команду. Нажмите на пустой слот, чтобы выбрать, кого отправить на лечение. Так. Вы всегда можете ускорить время. Если нажмете вот сюда... Окей. А, вот у нас как время ускоряется. Шик, понятно. А, вот еще, да? Так, нормально. Прибыть в Портланд, отдать лицензию Джеремая на подпись. Наша задача. Следующее. Прибыть в Портланд. А Портланд у нас где? Давайте посмотрим на карте. Портланд у нас... Подожди, мы же уже в Бостон. Обратно в Портланд вернуться, что ли, нужно, да? Обратно, наверное, в Портланд вернуться. Ну, вроде как я здесь все посмотрел. И... И пока ничего такого я не вижу. У нас просто пояс, смотрите, какой он малюсенький. То есть, вот этот пояс, у нас всего лишь один вагон, и... И все. Никого на нем нет. И, по-моему, я даже никуда не могу еще зайти. Вот какой-то пост-офис. Ну, мы здесь уже были. А, нет, мы здесь не были. Мэтью Уэст. Добрый день. На данный момент нет нового предложения. Я бы хотел оформить подписку на обзор рынка в городе Бостон. 14 долларов в месяц. Пожалуйста, расскажите мне больше на подписки на газету. Что это дает? Цена товара, его количество на рынке со временем меняется. Газета дает свежую информацию о товарах в городе, которые вы вписали себе в газету. Таким образом, вы всегда будете в курсе изменений на рынке определенном городе. То есть, мы можем еще торговать какими-то различными товарами. Это прям прикольно. Так, ладно. Тогда мы отправляемся в Портланд. И я так думаю, нам, наверное, нужно двигаться обратно. У нас тратится, кстати, уголь. Здесь можно торговать различными товарами. А также по дороге могут напасть на вас. Короче, игрушка довольно занятная. Так, осталось лишь нам разобраться. Отдать ли лицензию Джири Мая на подпись. Джири Мая, давайте отдадим тебе лицензию. Конечно, я получил лицензию на дорогу в Бостон, Нью-Йорк. Так, молодец. Теперь нам открыта дорога в Нью-Йорк. Мне нужно там быть вместе с тобой. И поверь мне, ехать в грузовом вагоне не улучшение. Нам нужно заработать деньги на пассажирский вагон. Так, рассказывай, как я могу заработать деньги? Сейчас есть два способа заработка денег. Первый – это выполнение контракта в мэрии. А второй – это покупка-продажа товаров на рынке. Про что именно ты хочешь узнать? Ну, давай, наверное, по контракту про мэрию. У нас особо денег нет, чтобы торговать какими-то товарами. У нас всего лишь 200 баксов. Расскажи про контракты в мэрии. В мэрии городов тебе могут предложить разные контракты. Очень часто городу необходимо перевезти какой-то товар в другой город. Можете выполнить для них эту перевозку и получить за это деньги. Продолжаем. А также город время от времени нуждается в каком-то определенном товаре. Можешь найти этот товар, например, купить его в другом городе и привезти в мэрию. За это город заплатит немалую сумму. Расскажи мне про сделки на рынке. В каждом городе есть рынок. Там ты можешь покупать и продавать товары. В разных городах производство и потребление товаров разное. Поэтому цены наличия товара в городах тоже отличаются. Скорее всего понадобится оформлять подписку в местных почтовых отделениях, чтобы всегда получать актуальную информацию о цене наличия товаров на рынке. На рынках даже. Ох, да. Так, что же мне выбрать? Давайте выберем мэрию пока, потому что с товарами я не в курсе. Дождите, Уолтера. Ох ты, можно его качнуть, выбрать перк для Уолтера Рида. Получить уровень 2. Пожалуйста, выберите новый перк. Что тут можно сделать? Можно прокачивать персонажей. Концентрация при стрельбе. Персоназ может задерживать дыхание при выстреле, что повышает шанс на рисение критического урона. Плюс 3%. Каждая линия силы повышает здоровье на 10 пунктах. ХП. Уровень в ближнем бою и дальность броска гранат. Базовое здоровье. Ага, урон в ближнем бою и дальность броска. И третье. Револьвер. Скорость стрельбы. Плюс 40%. Нифига себе. Меткость 3%. Пособность перестрелка. Урон плюс 100. Шанс критического урона. Ох ты, ничего себе. Я не знаю даже, что выбрать. Мне кажется, нужно брать револьвер. Я думаю, что... Потому что он тут прям будет... Давайте выберем револьвер. У него есть револьвер, поэтому я выбрал как раз прокачать этот навык. Повышать точность стрельбы из револьвера и шанс критического попадания. Ага. Это дело должно быть полезно. Надеюсь, нам это в дальнейшем пригодится. Вот мы прокачнули нашего урона. Дальше идем. Теперь в любом городе вам доступен рынок. Можно зайти на рынок. Вот таким вот образом мы сюда приезжаем. В разных городах разные... Сколько здесь городов. А, да. Так. И тут еще у нас есть сталь, хлопок, нефть, еда, мех, табак, алкоголь, лекарства, инструмент, драгоценности, ткань, уголь и оружие. Прикольно. Что-то я могу даже купить. Алкоголь, нефть или уголь. Здесь вот на этой, в Портленде только вот это есть, да. Что нужно сделать? Пассажирский вагон для Джеремая. Накопить 400 баксов, поговорить с Джеремая Сэриван Блэк. Нам нужно 400 баксов, у нас всего лишь 200. У нас всего лишь 200. Это мало. Ну, мне, наверное, нужно что-то приобрести, что ли, я так понимаю, да. А как мне отсюда вернуться обратно на станцию? Вот так. Ага. Так. А если мне нужно... Черт узнает, ребят, что покупать-то, а. Что нам нужно купить? Алкоголь, нефть? Нужно подумать. Например, Бостон. Бостон, Бостон, Бостон. А, вот у нас цены. Вот у нас цены. То есть, я должен, наверное, сейчас выбрать либо уголь, либо алкоголь, либо нефть. Давайте посмотрим, что можно приобрести нефть, например. А нефть мы здесь можем приобрести по 20 баксов. А там получается сортировка по цене. По цене продажи. То есть, получается, продать мы можем там вот таким по 64, да? Интересно. Для постоянного получения актуальной информации оформите подписку. Но эта информация, наверное, может измениться, пока мы доедем. Так, дальше. Смотрим. А если у нас алкоголь? Где у нас алкоголь? Алкоголем и ситроганем. Оба, оба. Неплохо. 63, а там 139, да? Ну, если я правильно все понимаю. Может быть, я, конечно, не все понял. Здесь как что устроено, пока нефть. Подождите, а я смотрел уголь. Я смотрел нефть на 44, а там получается по 64. Так, алкоголь и уголь. Давайте глянем уголь. У нас уголь, в принципе, 18, а там по 24. Ох, ребята, ребята, не знаю, что мне делать. Наверное, я просто куплю нефть. Пожалуй, давайте, или что лучше, или алкоголь. Вот алкоголь вообще прям должен пойти нормально. Давайте берем алкоголь и не будем париться. 63. А сколько мы можем взять? Немного, да? У нас 200 баксов всего лишь. 200 баксов. Ну ладно, давайте возьмем, как это все делается-то, а? Покупаем 189, да? Берем по... Короче, покупаем 3 бочки алкоголя. Хрупкость очень высокая, воспламеняемость высокая. Хрупкий товар запрещен в некоторых городах, но приносит неплохую прибыль. Давай, берем. Надеюсь, он не будет запрещен. Я резко словил, ребята, у меня осталось 11 баксов. Представляете, почти на все деньги мы затарились. Дальше. Нам нужно вернуться на станцию и отправиться, наверное, в... Какой у нас город получается? В Бостон. Отправляемся мы в Бостон. Я не знаю, может, у нас еще уголь тратится, когда мы ездим туда-обратно. Я не знаю, ребят, поглядим. Короче, мы приехали в Бостон, едем на рынок. Ночью приехали встать сюда. И нам бы нужно сейчас продать наш алкоголь. Как это делается? Продаем оба. Прибыль 200... Ох, ничего себе, 276 долларов. Бам! Продали. Отлично. Отлично. 400 баксов сразу накопили. У нас еще есть даже 76 долларов лишним. Поговорить с Джеремой Салливан Блэк. Так, давайте глянем. У нас можно что-нибудь продать, например, в Портленде. В Портленд, Портленд, Портленд. Давайте посмотрим. Так, у нас здесь, посмотрите, более обширно. Алкоголь, драгоценности, ткани, уголь и оружие. Хлопок есть. Короче, очень много. Можно торговать, ребят. Можно торговать, и это будет прикольно. Так, пожалуй, если мы возьмем алкоголь, то здесь он очень дорогой. Да? Теперь нам бы неплохо найти что-нибудь Портленд. Смотрите, здесь все дороже. Реально, здесь все дороже. Нам здесь не выгодно. Подождите. Нам нужно выставить вот по тому, что... А вот, кстати, вот это выгодно. Это что такое? Ткань. А есть у нас ткань какая-нибудь? Хлопок есть. А хлопок это, наверное, отдельная песня. Хлопок не особо ценно отличается. Но, например, вот это уголь, да? Уголь можно, кстати, продать неплохо. 27 здесь долларов. Черт его знает, ребят. Особо здесь цены не выгоднее возить из Портленда. Наоборот, в Бостон не выгоднее возить. Это вот, наверное, ткани бы я бы возил. Остальное все не особо выгодно. Инструменты можно, кстати, бы возить. Так, ну алкоголь. Пожалуй, возить из Портленда это вообще золотое дно. Это золотое дно, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте мы отправимся обратно, наверное, так. Потому что я просто не знаю даже, что мне купить. Мне кажется, здесь покупать нам ничего не надо. Нам нужно просто вернуться. Можно это сделать или нет? Просто как-нибудь вернуться. Так, это нужно мне сюда нажать. И возвращаемся в Портленд. Я хотел, видите, чтобы резь не терять лишний. Думаю, может, какой-нибудь товар отвезем обратно. Так, контрактов, задания. Торговля. Всего. Прибыль. А, ежемесячный отход. Это прошел уже месяц целый за время. Ну, в принципе, заработали. Неплохо. Неплохо, неплохо. Сейчас я отдам. Поговорит с Джереми Селиван. Давайте с Джереми поговорим. Вот деньги на пассажирский вагон. Отлично. Раз деньги есть, теперь раздобудь пассажирский вагон. Я человек не гордый. Маленького пассажирского вагона будет вполне достаточно. Блин. Для него специально мы покупаем целый вагон, чтобы его отвезти. Эй, не так быстро. Где его вообще можно найти? В каждом городе есть депо, где можно покупать вагоны и локомотивы. Если в поезде поломка, то там же можно и отремонтировать состав. Спасибо. Депо. Переходим в депо. Ох ты, и здесь есть вагоны. Можно, кстати, полистать, да? Сколько у нас здесь вагонов. Это у нас что такое? Это целый паровоз у нас, да? Малый грузовой вагон. Малый пассажирский вагон. 400 баксов, кстати, который стоит. Давайте возьмем, наверное, его. А это у нас кабуз на одного. А нет, мне, пожалуй, неплохо было бы. Я бы взял бы малый пассажирский вагон. Кстати, его, наверное, тоже можно прокачивать. Усиленная броня. Каждая дополнительная обшивка броней делает вагон или локомотив более устойчивым к боевым повреждениям. Повышенная прочность. Ух ты как, а? И, соответственно, огнеупорные материалы, чтобы его, наверное, не подожгли, да? Так, давайте покупаем 400 баксов. И как мне его сюда перетащить? Что мне для этого нужно сделать? Получить пассажирский вагон, поговорить с Джеремой. Может быть, как-то... А, вот так, что ли? Подожди-ка, дожди. Опа! Да, вроде, наверное, так. Перевезли мы сюда, поговорить с Джеремой. Давайте. Пойдем с ним говорить. Наш поезд подъехал. Говорим. Ну как, раздавал вагон? Уже отправляемся? Да, вагон есть. Отлично. Наконец-то я уже думал, что мы пойдем пешком. Быстрее отправляемся в Нью-Йорк. Как скажете, мистер Блэк. Ну что, погнали прибыть в Нью-Йорк, поговорить с Джеремой. Отправляемся в Нью-Йорк. Отлично. Может быть, кстати, заглянем на рынок. Заглянем на рынок. Эх, может быть, через Бостон прокатимся. Что у меня есть? Кстати, посмотрите, здесь появились инструменты и появились у нас еще мех. На рынке появляются новые вещи, новые продукты. Допустим, у нас есть нефть. Давайте мы посмотрим. Нефть, нефть, нефть. Можно нефть торгануть. Алкоголь. Погоди. Алкоголь. Ох ты, можно алкоголь-то, а? Ну я всего одну бочку могу купить. Всего лишь одну. Ну, в принципе, у меня денег-то не особо много. Уголь у нас, уголь не особо тоже много можно продать. Так, например, инструменты. Как они у нас вот так выглядят? У инструмента 75. Дорогущие. Дорогущие. У меня вот очень мало денег. И мне кажется, что нам бы неплохо было бы. Ну, я думаю, бочку алкоголя мы захватим. Бочку алкоголя мы захватим. Я думаю, это будет нормально. Давайте берем алкоголь. Тогда одну всего лишь покупаем. У нас больше нет. Так, берем. Взяли. Теперь едем на станцию. И со станции уже получается можно отправляться. Проедем сейчас мимо города Бостона. А потом заедем в Нью-Йорк. Поглядим. Сейчас, значит, забежим сюда, в Бостон. Продадим бочку алкоголя. И немножко рубанем денежек. Так, давай на рынок. Я надеюсь, тут можно продать наш алкоголь. Алкоголь. Прибыль 100 баксов. Вообще красота. Бам, заработали бабосы. А 176 у нас есть. Прекрасно. Отправляемся дальше. Может, кстати, нам... Мы в Нью-Йорке не были, поэтому мы не знаем, как, что у нас происходит здесь. Нам нужно разведать Нью-Йорк и узнать там цены. Для проезда по этому маршруту необходима лицензия. А у нас есть лицензия. Мы отправляемся в Нью-Йорк. Нужно угля. В смысле? У нас не хватает угля. У нас 176 долларов и не хватает угля. Погоди. А как это так? То есть мы зарасходовали весь уголь. Нам нужно, наверное, купить на рынке уголь. Сколько мне нужно угля? Три тонны. Здесь можно купить. Для этого нам надо 27 долларов у нас тонна. А у нас... Ну, давай хотя бы две тонны возьмем. Я надеюсь, этого должно хватить. 54 доллара. Покупаем две тонны. Так. Окей. Я надеюсь, этого хватит доехать до Нью-Йорка и как бы попутешествовать. Да, здесь надо еще продумывать, оказывается, да? А, полтонны угля у нас тратится до Нью-Йорка. То есть мы потратим полтонны угля. Да, нифига. Вот это да. Так, ладно. А, день добрый. Вы, случайно, не в Нью-Йорк направляетесь? У меня срочное письмо моему родственнику, который проживает в Нью-Йорке. Вы не могли бы ему передать его? Да, давайте ваше письмо... Окей, передадим. Что такое? Это очень срочное задание, и время быстро уходит. Мчите как можно быстрее, чтобы прибыть к месту вовремя удачи. Так, это где-то мы оказались. Я не понял, это мы где? Это мы где находимся? Чтобы выделить персонажа, кликните кнопкой на левой... Так, это... Окей, выделяем. Так, 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 очень странная, очень странная какая-то деревушка. И что? Так, чтобы начать наносить уголь в топку, кликните правой кнопкой мыши. Так, окей, давай. Так, а, вот так, и вот так, да? Он должен, наверное, накидать, что ли, угля? Ух ты как! Слушай, неплохо. Так, накидывает. Я так понимаю, можно... Видимо, это все вручную. Потяните вверх ручку регулятора мощности, чтобы увеличить давление. Погоди. Так, это какая у нас ручка? А, вот так, да? А, вот что, поехали. Вот эту ручку. Не, наверное, что-то мы не то нажали. Так, вот эту ручку мы потянули вверх, чтобы увеличить давление в котле поезда. Тихо, 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 что-то не то. Так, давай, насыпай. Ну, начинаем движение, поехали, да? Видимо, нам нужно будет потом вручную еще двигаться. А, можно подудеть. У-ху! Е-е-е! Это индикатор показывает расстояние до финиша. 420 метров. Мы должны еще вовремя, видимо, остановиться. Мы можем... Ох ты, мы еще можем прокачать нашего Волтера Рида. Так, скорость стрельбы можно, конечно же, увеличить. Можно силу прибавить ему. Или занятие кунг-фу. Вероятность уклониться от пули повышается. Уклонение 1%. Давайте мы ему стрельбу будем качать. Револьвер. Так, у нас есть письмо. Все, поехали. Я понял, что у нас есть индикатор расстояния. Дальше нам нужно каким-то образом тормозить, чтобы увеличить давление котле. Поезд начал движение. Нам нужно вот на это, если что, нажать стоп. Чтобы пройти поворот, без повреждения, уменьшите скорость до указанного значка. Так, у нас десяточка. Тихо. Стопы. Да не сильно же так. А нужно было, наверное, вот здесь вот так потихонечку уменьшать, да? Ну, в принципе, у нас 10 должны километров в час были ехать, да? Давай все, разгоняемся. Разгоняемся. Для экстренного торможения дерните ручку. Ага, это у нас был такой прям рычаг для экстренного торможения. Окей. Так, по-моему, мы сильно разогнались. Небольшое было какое-то повреждение, я так понял, да, или нет? Так, едем, 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 едем. Норм, норм, норм. Давай, двигайся. Двигайся, бро. А Джерри моя у нас спокойно в вагоне отдыхает. Он наслаждается. Он наслаждается. Как бы эти подсказки нам бы убрать? А, вот так, да, и все. Чтобы снова начать движение после установки, потяните вверх. Окей. Давайте будем потихонечку. Следите за датчиком давления. Когда стрелка находится в красной зоне, давление котле будет слишком высоким, и локомотив начнет получать урон. Давайте снижаем, наверное, давление. Это что-то у нас слишком высокое, чтобы он не перенапрягся. Опыт. 198 опыта у нас. Плюс один к стрельбе или к чему-то нам дают. Свободные места для груза 5. Потери имущества. Ничего. Продолжить, короче. Окей. Приехали мы в Нью-Йорк. По дороге захватили, значит, письмо. Сейчас мы кому-нибудь его вручим. Так, кому там надо было письмо отдать-то? Поговорить с Джерри моим. Где он? А, вот он. Мне надо подготовить все бумаги, а тем временем я настоятельно рекомендую посетить местный почтовый офис, чтобы подписаться на местных газетах. Нью-Йорк очень крупный и важный город, и подписка даст возможность быть в курсе цен на рынке в этом городе. Я так понимаю, настоятельно рекомендую, назначаю, что у меня нет выбора. Хорошо, я сделаю, мистер Блэк. Так, здесь что у нас находится? Нью-Йорк Фрэнсис Питерс. Так, у него какие-то задания, наверное, да? Или что такое? Пожалуйста, посмотрите список. Этим пассажирам нужно съездить в другой город. Хорошего дня. До свидания. Так, Нью-Йорк отношение к ниже свободных пассажиров. Одно место у нас есть, наверное, да? Так, взять задание какое-то. Подождите, давайте мы сначала... О, можно 108 баксов платить за то, что мы просто куда-то сгоняем. Это круто. Так, Джек, у вас есть для меня письмо? Нет, вы ошиблись, можно сказать. Да, вот держите, давайте отдадим письмо и... Срочно писать. Так, мы выполнили это задание, правильно? Опыт 100 и деньги 50 нам должны были дать. Да, наверное, нам дали деньги. 50, да. Дальше. Что тут еще можно сделать? Так, подождать до открытия. Пока у нас все спят, мы приехали ночью. Многие дома и многие учреждения не работают. Цены на роду идут вниз. То есть местные жители нам тоже еще что-то говорят. Эстер, привет, незнакомец, меня зовут Эстер Лонг. Мне нужно попасть в город Баффало. Ваш поезд следует в этом направлении. Я могу заплатить 108 баксов. Подожди, в Баффало мы еще не ездили, я не знаю. А это что за дядька у нас? Корнелиус. Сэр, пожалуйста, отойдите и не мешайте мне. Жалкие погонечки развалюх на железной дороге. Ничуть не интересует меня. Ну окей. Так, кто тут еще можно, с кем еще можно поговорить? Что еще нужно сделать? Может быть, давайте на рынок заглянем? Постить почту, подписаться на местную газету. Наша задача, следующая цель. Посмотрите, сколько в Нью-Йорке всего много. Фух, здесь можно купить вообще прямо за дешево хлопок, а продать его в Портленде. Что еще здесь можно сделать? Нью-Йорк. Так, здесь... Ох ты, ничего себе! Сталь! Сталь можно пекануть прям вообще красиво. За 24 продать ее в Портленде или в Бостоне вообще по невероятной дорогой цене. Вот это да. Вот можно в Нью-Йорке прям хорошо зарабатывать. Я думаю, на стали можно прям вообще разжиться. Тем более у нас есть немножко денежек. Так, какие еще у нас такие прям перевесы большие есть какие-нибудь? Нью-Йорк. О, вот это хорошо! Так, это что такое у нас? Это у нас табак. А есть у нас табак в наличии? Табак, 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 табак. По-моему... Вот, табак есть. Кстати, вот его можно хорошо пихануть, потому что у нас денег не так-то много. 6, а там можно по 6 баксов его закупить, по 7, да? И продать его. В принципе, я бы табаком бы занялся, я так думаю. Так, ну, подождите, давайте для начала мы, наверное, сейчас выполним задание. Я просто сейчас сюда забежал, чтобы глянуть цену. Табак это тема, ребята, табак это тема. Можно сталь и табак. Вот тут прям хорошие места такие, прям вот сталь тоже очень классная. Но, думаю, табак даже будет выгоднее. На станцию, например, на депо. Давайте заглянем в депо, какие здесь у нас есть вагоны. Тут у нас небольшой кабуз есть, и есть средний кабуз. А это что у нас такое средний пассажирский вагон? Можно купить за 1000 баксов. Ничего себе здесь ассортимента. Малый грузовой вагон, средний грузовой вагон. Хух, ладно. Так, на почту. Банк. Почта. Добрый день. На данный момент нет новых предложений. Я бы хотел оформить подписку на обзор рынка в Нью-Йорке. 18 долларов в месяц. Так. Давайте про подписку нам расскажешь, да, что в городе подписались. С которым вы всегда будете в курсе по ценам. Ага. Это нормально. Давайте берем подписку. 18 долларов. Мы оформили подписочку. Дальше, 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 дальше. Хорошего дня. Задание выполнено. Мы наворотили опыта. Дальше. Какое наследство? Поездка в Нью-Йорк. Получить наследство от Джеремая. Поездка в Нью-Йорк. Джеремая. Давай нам наследство. Все отлично. Вот твои 4% акций национальной техокеанской железнодорожной компании. Теперь было бы неплохо найти твоих братьев и сестру. Они также получили часть акций наследства. Нужно поспешить. Корнелиус хочет получить контроль над компанией твоего отца. У тебя есть первые акции «Деньги» и «Локомотив». Нужно действовать быстро. Мистер Блэка, вы знаете, где искать моих родственников? Роберт только недавно забрал свое наследство и собирался заехать в Баффало. Я бы начал поиски с него. Кто еще владеет акциями компанией? Твои братья и сестра владеют по 4% каждый. Несколько магнатов, как и мистер Корнелиус, владеют еще существенной долей. Около 30% распределено между мелкими инвесторами. Что за птица этот мистер Корнелиус? Тильбернар. Уолтер Тильбернар. Он очень могущественный магнат. Корнелиус тоже владеет акциями на национально-техьянской железнодорожной компании. После смерти твоего отца он хочет получить полный контроль над ней. Тебе нужно поспешить, чтобы первым завладеть 51% акций. Спасибо. Так, это вот тот самый Корнелиус, да? У нас 4%, а у него 6%. Короче, он будет стараться завладеть половиной процентов акций, но мы должны сделать это быстрее. Ладно, ладно. Наша задача в поисках Роберта купить кабуз-вагон для команды, нанять человека в команду и прибыть в Баффало. Такое вот на следующее задание. Ну что ж, дорогие друзья, если вам игрушка понравилась, Баунти Трейн, то обязательно прямо сейчас можете поставить лайк, если вас заинтересовала эта история. Действительно, здесь как-то вот такая очень добрая, хорошая атмосфера. Прямо вот уютно играть в эту игрушку. Ребята, поддерживайте лайком разработчиков. Надеюсь, вам игра понравилась. И, собственно, если будет много лайков, я сделаю продолжение обязательно. А на самом деле, я вам был Родригес. Я вам желаю хорошего настроения. Успехов вам, удачи! Подписывайтесь на YouTube-канал, если вы у нас впервые. Всем счастливо и пока-пока!